Добрый день, дорогие друзья! Сегодня 3 ноября, я с вами говорю из Брюсселя, я решила записать это коротенькое видео для всех вас, чтобы ответить на комментарии о мигрантах, потому что, конечно, теракты не только опечалили, возмутили людей и последовали такие жесткие рекомендации всех мигрантов взять и выслать. Ну, конечно, это утопическое предложение. Понятно, что выслать человека, у которого есть гражданство страны, практически невозможно, особенно если нет второго паспорта, у него есть только один паспорт, его выслать невозможно. Куда его высылать? То есть невозможно сделать его человеком без гражданства. Конечно, можно высылать нелегалы, в принципе, их нужно высылать, но для этого нужно облегчить законодательство, потому что, если сейчас все внимание приковано к мусульманам, на самом деле проблема мигрантов выходит за рамки отношений с мусульманской общиной. Здесь очень сложно об этом говорить, потому что это очень сложная тема мигрантов, потому что это как сыграет первый концерт Чайковского на там-тайне. Это то, что я сейчас пытаюсь сделать, потому что я пытаюсь говорить об очень сложных вещах, о сложных феноменах в очень простой форме. Сегодняшняя проблема с мигрантами и сегодняшняя проблема с мусульманской общиной, по крайней мере с ее частью, с ее радикальной частью, потому что не стоит забывать, что все-таки подавляющее большинство мусульман являются культурными мусульманами. То есть и в Бельгии, и во Франции это люди, которые живут в 21 веке, и они не исповедуют вот эту часть Корана, которая проповедует насилие, и которая проповедует расправы с врагами религии, их религии. То есть об этом надо помнить, потому что, скажем, во Франции недавно на пост мера Парижа претендовал Рашид Эдати, она марокканка, она член республиканской партии, она была министром у Сарказии и так далее. То есть она делала карьеру такую же, как и французы, как любая француженка могла бы сделать, я имею в виду этническая француженка. Или в Германии есть член партии Зеленых, она члена федерального фундестага, то есть парламента Белла Баха, она чеченка, но она сделала карьеру, она выстроила свою жизнь точно так же, как и немецкие женщины, ее поколение. То есть она ничем от них не отличается, она не ходит в платке и, так сказать, она не следует в своей жизни правилам шариата. Хотя, конечно, я не уверена, что та часть, консервативная часть чеченской общины или консервативная часть мусульманской общины признает этих женщин своими, членами своих общин. Но это другой разговор. Я хотела бы вернуться к теме миграции, потому что она, вот этот кризис, который мы сейчас наблюдаем с радикальным исламом, сложился в результате процесса, который называется натурализация. Потому что, если вы возьмете за пример, скажем, японское консервативное общество, у японцев нет натурализации. Конечно, они в год принимают 30 беженцев, 30, 30. Европа принимает в год где-то полмиллиона беженцев в целом. И, да, полмиллиона сейчас цифры подскочили, и в последние, по крайней мере, в последние годы эта цифра звучит, была оглашена именно так, полмиллиона беженцев. Японцы принимают 30 человек, у них можно получить подданство, поскольку там император, там, соответственно, неграждане, там подданные. Можно получить подданство только, если ваши родители японцы. То есть, человек, даже который прожил всю жизнь, не может стать японцем. То есть, как это, как, там, допустим, есть дерево, там, есть дуб, есть береза, есть клен, то есть, если вот вы клен, то вы клен, если вы береза, то береза. То есть, японцы не верят в то, что можно стать японцем. Японцам нужно родиться. Это их точка зрения. Но в Европе после Второй мировой войны была другая точка зрения, требовались рабочие руки, и поэтому появился вот этот процесс натурализации. То есть, вы, проживя сначала там три года, потом сейчас пять лет, в некоторых странах еще дольше, вы можете стать гражданином страны, при этом совершенно не учитывается ваше мировоззрение. То есть, оно не берется в расчет, учитывается, какие факты. Ну, максимально тот факт, что вы платите налоги, и все. То есть, вы пребываете непрерывно на территории какой-то страны, вы платите налоги, или в некоторых ситуациях вы не платите налоги, вы беженец, но потом, так сказать, вы можете натурализоваться, поскольку вы долго живете в этой стране, вы можете запросить паспорт. Вот этот институт натурализации и явился основой тех противоречий, которые мы наблюдаем сегодня в Европе. Потому что вот то, что вы пишете, говорите о том, что можно людей так вот взять, посадить, я знаю, на корабль или в самолет взять и отправить. Вот так отправить можно только тех, кто пребывает в Европе нелегально. Но тех, у кого есть паспорта, да и даже вид на жительство, отправить просто так назад невозможно. Ну и более того, если вы посмотрите, скажем, на историю Брахима, этого молодого человека из Туниса, который отрезал голову пожилой женщине, прихожанке в Ницце и убил еще двоих людей, он приехал, он прибыл на Лампидуз с 800 другими мигрантами. Красный крест ему выписал Фелькину Граунд на основании его афидавита, то есть он сам сказал, что я там Брахима, мне столько-то лет, они все это записали и дали ему какой-то документ. Они снабдили его средствами, достаточными, чтобы путешествовать по Италии, Франции и доехать вроде даже до Парижа, а потом вернуться в Ниццу. И, конечно, вот это вызывает очень много вопросов, потому что они предоставили ему средства и возможность, они попросили его вернуться в Тунис в течение 7 дней. Но он использовался 7 дней совсем иначе, сейчас он в больнице, его лечат, его лечат за счет, конечно, французских наукоплательщиков. У него также уже есть адвокат, потому что так предусмотрен французским законодательством, этот адвокат ProDeo, то есть это бесплатный для него адвокат. И потом, соответственно, его пребывание в тюрьме, потому что я предполагаю, что все-таки его отсудят, будет стоить французам 30 тысяч евро в год. А можно ли будет его отправить назад в Тунис, отбывать срок или нет, я в настоящий момент не знаю, потому что такие вещи будет решать суд. Можно ли переправить его, отбывать срок в Тунисе? Может быть и нельзя, то есть это сложный вопрос. То есть вы видите, даже человек, который прибыл нелегально, за счет злоупотребления европейской легальной системы, системы законов, он может ее эксплуатировать в своих интересах. Он может ее эксплуатировать в своих интересах, я не буду спекулировать, я не скажу, я не стану говорить, какой срок его посадят, потому что, как вы понимаете, во Франции нет смертной казни, это не Беларусь. И возможно ли в его ситуации какие-то поблажки, может ли он выйти после 25 лет, или он будет сидеть пожизненно, я не знаю. Но я не исключаю того, что там могут быть какие-то поблажки, и его вообще выпустят из тюрьмы. Я это не исключаю. Но я не буду углубляться в эту тему, я скажу о другом, о том, что в результате процесса натурализации складывается система, при которой идет прямая конфронтация между ценностями исламскими, которые совершенно несовместимы с европейскими. И поскольку права у людей, представляющих и исповедующих совершенно разные ценности, одинаковые, то получается вот это столкновение цивилизаций, которое в настоящий момент практически неразрешимо. Потому что в рамках европейского законодательства вы не можете позволить людям, так сказать, или не позволять людям думать и исповедовать ту религию, какую они хотят. То есть невозможно запретить ислам. Это очень сложно, практически невозможно. То есть надо запретить его радикальную форму. А как запретить радикальную форму ислама, если в Коране 142 призыва к убийству кафиров неверных? Как это сказать? Это крайне сложно. То есть практически с точки зрения современного европейского законодательства это невозможно. Потому что у европейцев есть свобода слова и свобода религии и другие свободы, индивидуальные свободы. То есть в рамках этих свобод реализовать этот проект, запретить ислам просто невозможно. А если нельзя запретить ислам, соответственно, тогда нельзя запретить и вот эту часть Корана, которая, в принципе, как и часть Библии, там есть части очень такие архаичные, которые проповедуют расправу со своими идейными противниками. То есть европейские идеи эпохи просвещения XIX века находятся в прямой конфронтации со средневековыми идеями ислама VII века, которые исповедуют, соответственно, представители, некоторые представители, потому что, судя по всему, во Франции их 15 тысяч человек радикальных, за которыми наблюдают секретные службы, их 15 тысяч человек. Но все-таки мусульманская община 8 миллионов. То есть, к счастью, это абсолютное меньшинство. Но, тем не менее, это абсолютное меньшинство достаточной степени отравляет жизнь всем нам. И поэтому вопрос радикального ислама остается открытым. И как его решать сегодня, к сожалению, ответа нет. Ответа нет ни у кого. Конечно, можно выслать нелегалов, потому что я хочу подчеркнуть, что человек, который поджег собор Мнантия, он не был мусульманином, он был католиком, но он злоупотреблял системой правосудия европейского. Он был из Руанды, то есть он знал наверняка, что ему не дадут никакой статус беженца. Тем не менее, в течение многих лет он эксплуатировал французскую систему социальную для того, чтобы этого статуса добиваться. А потом этот руандезец, которому отказали, в конце концов был разозлен. И он пошел и спалил этот бесценный орган в Мнантии просто от того, что у него было плохое настроение. То есть, понимаете, говорить о том, что есть разные проблемы. Есть проблемы мигрантов, есть проблемы столкновения цивилизаций между средневековым исламом и современным образом жизни. И есть, конечно, еще и политическая проблема. Политическая проблема – это нужда, необходимость в электорате, который остро ощущают социалисты, скажем. Есть еще либералы, есть еще и глобалисты. Я не буду углубляться в политические аспекты сейчас, потому что глобализм терпит большой крах и кризис. Сейчас мы пребываем в год ограничения передвижения путешествий. Поэтому, видите, есть кое-какие новости. Я не думаю, конечно, что они являются очень значимыми для процессов миграционных, потому что, несмотря на то, что нам, людям с официальными документами перемещаться запрещено, например, я даже не смогла купить лекарство, которое мне должны были заказать для моего кота из Франции, потому что граница закрыта, и аптека не смогла мне заказать это лекарство для моего кота. Но, тем не менее, мигранты продолжают пребывать, они пребывают постоянно через Средиземное море. И ситуации, к сожалению, такие ситуации, которые мы наблюдаем сейчас, мы будем наблюдать и дальше. То есть я хочу закончить на такой пессимистической ноте и поблагодарить всех вас за комментарий. Если будут еще комментарии, и, может быть, я еще некоторые аспекты освещу, политические аспекты, если у вас это вызовет, в моем видео, вызовет какой-то интерес. До свидания.